Как и полагается, открытый межрегиональный турнир Карачаева Черкесской Республики по гандболу, посвященный памяти россиян, исполнивших служебный долг за пределами Отечества, начался с того, что в зале прозвучали гимны России и нашей Республики. На торжественной церемонии открытия собравшиеся обратили внимание юных спортсменов на патриотическую составляющую турнира. Здоровье, честные борьбы и спортивных побед пожелал юношам представитель регионального отделения Российского Союза ветеранов Афганистана. Хотелось бы вам пожелать всего самого наилучшего в преддверии праздника Дня Защитника Отечества, чтобы вы всегда были такими же юными, были всегда такими радостными и только плакали от радости, когда достигали каких-то спортивных достижений. И хотелось бы пожелать тренерам, которые вас тренируют, да Всевышним, чтобы они радовались вашим международным победам. Всего вам наилучшего. Спасибо вам. Всего в турнире приняли участие 6 команд. Две представляли Ставропольский край, одна Краснодарский, остальные три – нашу республику. Полные гонбольные матчи проводились по правилам, предусмотренным для их возрастной категории. В первой игре встречались команды Черкеска и Ставрополя. С первых минут наши спортсмены завладели инициативой и начали забивать голы. Итоговый счет получился более чем разгромным – 19-3 в пользу гонболистов из Черкеска. Одним из самых заметных игроков в этом матче стал Али Майдаруков. Для иного гонболиста – это не первые соревнования подобного уровня, и он, как и его товарищи по команде, собирается показать хороший результат. Это была очень эмоциональная игра. Мы победили с отсчетом 19-3. Очень много голов забили. Надеюсь, что все игры пройдут так же, и мы выиграем турнир. Это командная игра, и от каждого члена команды зависит итог. Все участники турнира – спортсмены 2006-2007 годов рождения. Большая часть ребят занимается гонболом менее двух лет и техническими навыками владеют пока не в совершенстве. Но вот в желании победить они могут дать фору и взрослым. Уровень организации турнира, конечно, очень высокий. Я очень рад, что в Черкесске наконец-таки появился такой спорткомплекс. Наконец-таки спасибо всем, кто участвовал в этом. Мы с удовольствием всегда сюда приезжаем. Принимают всегда на высшем уровне, стараются, чтобы все было просто супер, просто отлично. Конечно. Ребята, несмотря на то, что молодые здесь собрались, это 2006-2007 год, но все борются, сражаются, как настоящие бойцы, как львы. Никто не хочет уступать. Все хотят только первое место. Это уже второй спортивный турнир, который проходит в новом Дворце спорта «Юбилейный». По словам организаторов, этот зал соответствует всем необходимым стандартам, а его появление внесет неоценимый вклад в развитие гонбола в Карачаево-Черкесии. Турнир получается, пока игры азартные начались. Думаю, дальше будет в том же духе. Пока все идет по плану, все хорошо. По поводу этого зала слова восхищения, просто на самом деле передать это невозможно. То есть надо это все почувствовать. Когда этим делом болеешь, и вот такое предоставляется, это очень сильно. Ну, не знаю, для этого зала нужна команда. Осталась самая маленькая. Нужна команда, чтобы зал был использован. Люди приехали, они сейчас в восторге все. Ну, как бы жалко, если он будет стоять без дела. По итогам турнира первое место осталось за гонболистами Карачаевска. На втором месте команда из станицы Отрадной Краснодарского края. Замкнули тройку призеров спортсмены из Черкесии. Все участники турнира были награждены личными грамотами, а лучшие игроки удостоились памятных кубков. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...